Девушки отдыхают Сопернику, который мог нам попасть в плаву в команде селекта Ну, на все 100% сказать, никто не сможет никогда Мы паршивенько, крайне паршивенько играли на всех трех картах за атаку Так как у нас сейчас митя координирует, я и ребята плюс-минус помогаем Я думаю, так как наемник плюс больше, гораздо в каких-то таких более свободных моментах в игре Это не позволяло нормально, четко, уверенно делать выходы Хотя, с моей точки зрения, индивидуальный скилл в этом и заключается Чтобы в зависимости от того, что тебе скажет координатор Собрано, четко, так как уже было много раз обсуждено Потому что одно дело тактика, а другое дело Вот именно всякие микромоменты, связанные с выходами, со стрейфами С простейшими и иногда с более сложными фишками Это все нужно делать автомат на автомате А когда даже в этом куча проблем, то говорить, наверное, особо не о чем То же самое индивидуальное КПД каждого из нас Там мои жесткие фейлы на том же Дасте, да, закон Ну вообще в целом с АВП Когда я на том же Инферно попадаю, были реально неплохие фотки Плюс некоторые тяжелые выстрелы, а потом весь даст У меня 70% промахов, это в принципе фраги, которые я просто обязан делать Это полный дурдом Сказать особо нечего, я просто хочу отдохнуть Дальше будет видно в следующем году Потому что, ну, много всего внутреннего, правда, тяжелого Когда вот происходят такие вот всосы, как такие, ладно, проигрыши Как на ВЦГ, на МСА и Дикий Фейл в СССР из-за этого слабого выступления Ну и так далее И, конечно, другие игроки тоже самое То есть там, извиняюсь, из сильных выступлений можно сказать, что за какую-то из сторон На одной из карт за все время турнира кто-то где-то зажигал Антон на трене за КТ, мы с Митиной Инферно против Селекта за КТ Там, не знаю, Мишка где-то, я помню, там нормально разбирался А потом, а где стабильность? Нужна стабильность Сильные команды те, которые как минимум в команде 2-3 игрока работают И даже если у одного-двух не получается, 100% у других идет игра Даже когда нету жестких тактик, как, например, там М5Т У ребят жесткие скиллы, они вместе сыграны, вот они так и играют У нас такого нет Плюс, очень, я говорю, слабая КПД индивидуальная Хотя вроде бы все тренировались, не знаю Не так давно из команды был удален Вадим Зимин, Майз Ну, точнее, он сам первый ушел Вопрос к тебе, повлияла ли замена Костина на Майза Который, например, на том же самом ВЦГ показал худший результат В плане игровых коэффициентов По сравнению со всеми людьми, которые участвовали в групповых и прочих стадиях Ну, эти все факты, это, конечно, мне не особо не интересно Денис сыграл нормально, мое мнение Он старался, были хорошие моменты Стабильно, как бы был на хорошей, такой, мотивационной волне В настроении На Инферно, когда у нас нам было сложно Там даже была ситуация, Митя просто сказал, что, во-первых, он реально не очень любит эту карту кармировать Во-вторых, что просто какой-то дурдом у него в голове происходит День почти сразу начал прям предлагать Дальше я буквально там чуть-чуть ему убирал шероховатость Когда мы начали раскачивать, у меня все было ровно То есть реально человек, который в нужный момент всегда был рядом И, видимо, это хорошее качество для молодого игрока Он меня с ряда хороших сторон приятно удивил Отсутствие Вадима в команде, это плюс или минус в игровой плане? Сейчас на первом турнире, конечно, минус Потому что там были разного рода наработки и так далее Но если столько наработок, то почему тогда такие страшные счета на том же ВЦГ Поэтому, так как просто не было у нас особых дней И вообще возможности потренироваться Да, мы приехали 4 плюс 1 В ряде вещей использовали уже то, что у нас есть базу Наверное, за счет этого были какие-то неплохие стороны отыгранные Но зато потом дикие фейлы за другие стороны И как результат вот этот проигрыш селекта Потому что тот же трейн мы и не имели Как можно проиграть карту, ведя 15-8? Как можно проигрывать карту Нюк? Выигрываю белорусов 15-8 за контров Это мистика, но это мистика удивительная Причем, если разбирать раунды, то там только слезы Я не знаю, наверное, только вот в такие моменты четко понимаешь Что всегда в самых жестких этапах команды Тут только два варианта Если реально ты понимаешь, что не можешь играть с людьми Ну, я имею в виду ряд людей понимают, что вот с этими не могут, с этими не могут Плюс менеджер не против замен, да? То надо менять или надо тогда вообще, я не знаю, разваливаться, делать что-то с нуля А если все-таки шанс есть И люди понимают, что они готовы идти дальше в дорогу В итоге, после всех таких тяжелейших проигрышей и турниров Мне кажется, может сложиться очень хорошая команда Сейчас у всех в голове ажиотаж Нужен отдых Много очень расстройств У всех по-разному Я эмоциональный, ярко открытый У меня часто это видно все И мне не особо не хочется это скрывать У других бывает, да? Люди просто держат себе Но все равно, поверь, вся команда сейчас в жестком, как говорят в Крономире, тильте То есть очень все расстраиваются Ну, вот так вот, давай напоследок очень много конструктива Два есть вопроса, извечно русских Первый вопрос Кто виноват? Я говорю сейчас про, к примеру, тот момент, когда ты пришел в команду И можешь действительно отвечать за ее поступки Кто виноват в такой плохой игре? С чем это связано? Такая плохая игра? Получается, виноват более возрастной костяк команды И постоянная, постоянная, слабая, вот такой слабый прогресс в ключевых вещах от молодых Получается, одного человека обвинить не могу Знаю точно, что у кик-хакера была ошибкой Я знаю между нами, да, что у тебя тоже есть своя субъективная точка зрения на этот счет Я правда считаю, что у кик-хакера была ошибка И даже если у игрока есть такие проблемные темы и зоны Если этот игрок ценен, а мое мнение, что все понимали, что хакер ценен Нужно уметь дополнительно себя, как, например, координатору или кому-то заводить И реально дополнительно работать с этим человеком Или хотя бы просто его жестко коордировать каждый раунд Я помню, мы общались на эту тему Поэтому вот это мое мнение факт То есть был выбран не тот, наверное, кто должен был быть А дальше пошла цепочка, которая называется Пришел Лекс, а в итоге это как шило на мыло Единственный плюс перед Ромчиком Это, наверное, просто гораздо больше опыт И из-за этого эмоциональная стабильность Я сижу, хладнокровно играю, как бы я тяжело не проигрывал И как бы я не выигрывал А так Ромка в целом отличное КПД, большое желание Человек над игрой работы, да, есть у него там фейлы серьезные Которые надо исправлять Но мое мнение от чего все равно игрок ценен И второй тоже извечно русский вопрос Что делать? Как ты видишь для себя Так как ты активно общаешься и с самими игроками, к примеру И со мной, и с Антоном Снегом Как ты для себя по собственному большому опыту Видишь дальнейшее продолжение жизни команды И будет ли вообще эта жизнь, к примеру? Конечно, жизнь будет Это проект, который появился в этом году только в мае месяце Все идет своим чередом Простота гиперответственности То качество И мне все равно, да, если кому-то не нравятся факты, да Но то качество И тот для СНГ новый уровень, который мы привносим И стараемся вам всем показать Именно работой с сайта, репортажами, подходом Акциями, да, вниманием к болельщикам и так далее Мы это все только будем, ну, скажем так Улучшать, совершенствовать и развиваться То, что у КС-состава уже все это время Постоянная вот эта проблема И то надежда есть, то дикие фейлы Да, лихорадит безумно Состав М5 Это пять жестких игроков, которые играют очень давно Причем с одним из них я Очень долгую дорогу прошел Два других вообще всегда были в топ-3 России Порядка 6-7 лет Это очень сильные игроки индивидуально Им смело дал условия Да, у них тоже были дикие фейлы Но по итогу им не дали развалиться Ребята сейчас двигаются Если они дальше разваливаться не будут Все равно определенные результаты у состава будут А яркие именно, безумно красивые победы Зависит только от них Потому что только за деньги Стать лучшими из лучших невозможно Действительно нужна страсть Это и про них, и получается про нас У нас история другая Два-три опытных, плюс молодежь В Iron Will я пробовал В других составах Virtus.pro И не факт вообще, как я и говорил в интервью Что, например, тому же мне есть смысл возвращаться Но так как сейчас все это произошло Уходить я точно не собираюсь Проект 2012-го входит с оптимизмом У нас хорошая база У нас потрясающий менеджмент Спасибо Антону, который действительно верит И ё-моё, уже как он тоже от всего этого бреда устал Но на то это и проект У нас разные дисциплины У нас хорошие планы И мы работаем Поэтому, что Увидимся в 2012-м Новый год надо максимально использовать Чтобы выпустить весь пар И просто забыть про этот год Но прононизировав ошибки Попытаться в следующем году Реально собраться Замена возможна в 2012-м? 100% 100% возможно или 100% будут? Нет, 100% возможно, конечно Именно в этом плане Значит, в принципе Если 100% возможны Возможно, что в 2012-й год ВП войдет в новом составе Либо в видоизмененном В теории, да Тоже правда То есть в теории Скажем так, очень сейчас такие тяжелые мысли У того же Мити Богданова У меня очень Жесткие сомнения Тем более, если у Мити Там такие расклады То нужно сейчас время Чтобы все было понятно Потому что человек реально очень Ну, как бы устал И он считает, что и у него Есть очень большие фейлы Которые он допустил Соответственно, что делать Поэтому не знаю Я просто аккуратно намекнул Что да, возможно, всякое Спасибо, Леша Всего доброго До встречи в следующем году Спасибо, счастливо Редактор субтитров А.Семкин